Рост заражений коронавирусной инфекцией. Пока конкретной вакцины от какого-то штамма нету. Айфон выйдет? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. Обладателем Гран-при 25-й республиканской журналистской премии «Хрустальное перо» стал заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета доктор филологических наук профессор Васил Гарифуллин. Церемония награждения состоялась в КРК «Пирамида». Обладатель Гран-при получил в подарок ключи от автомобиля «Лада Гранта». Гран-при победителю 25-й премии вручила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Эндокринолог – это специалист, который занимается оценкой состояния и коррекцией гормонального баланса, восстановлением нормального обмена веществ. Если происходит нарушение в работе хотя бы одного эндокринного органа, страдает весь организм в целом. Так где же можно оперативно сохранить свое здоровье? Смотрите далее. Центр эндокринологии Университетской клиники Казанского федерального университета занимается как консервативным, так и хирургическим лечением пациентов. Центр состоит из амбулаторной службы – это доктора, которые принимают людей в поликлинике, а также дневного и круглосуточного стационара. Комплексного подхода к проблеме врачи уни-клиники добиваются благодаря работе в команде, то есть симбиозы эндокринологического, нефрологического и хирургического отделения. На еженедельных консилиумах медики вместе разбирают, принимают пациентов со всей республики и не только. Определяют тактику и объем оперативного лечения, обсуждают новые методики. Мы занимаемся оперативным лечением пациентов с щитовидной железой, с надпочечниками, с парощитовидными железами. Соответственно, если мы говорим об операциях на щитовидной железе, то в данном случае хирург использует методы нейровизуализации для того, чтобы избежать лишних осложнений и повреждения нервов, чтобы не было у пациента паралича гортани, чтобы не пропадал голос. Достаточно успешно проводятся операции по лечению гиперпаратериоза с реимплантацией парощитовидных желез, для того, чтобы не избежать повторного вмешательства на органах шеи. Особенность Центра эндокринологии – это методика замкнутого цикла. Попадая в клинику, у обследованного нет необходимости посещать другие учреждения. В униклинике он может получить как направление на лечение, необходимое обследование, так и хирургическую помощь. Каждому пациенту здесь подбирается индивидуальный подход, ведь любой случай для врачей считается по-своему особенным. У каждого пациента индивидуальное течение, и, наверное, все эти случаи будут интересными, потому что занимаемся мы оперативным лечением надпочечников с подбором последующей терапии, для того, чтобы пациент ушел на своих ногах и уже на заместительной терапии не требовалось больше обращения в какие-то другие клиники. Также пациенты, которые находятся на длительной гемодиализе и страдают от параллельных заболеваний наших эндокринных органов, тоже в данном случае мы совместно с нефрологами подбираем терапию, совместно с хирургами проводим оперативное лечение, совместно с эндокринологами, соответственно, назначаем дополнительные какие-то обследования и заместительную терапию. После прохождения всех этапов лечения пациент возвращается к эндокринологам. При необходимости взаимодействия врачи подбирают какую-то изместительную терапию, наблюдают в послеоперационном периоде, чтобы понять, все ли прошло успешно и нет ли каких-то осложнений. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. С начала августа в России заметен ежедневно фиксируемый рост заражений коронавирусной инфекцией. Распространяются сразу несколько относительно новых вариантов омикрона, однако более серьезным и заразным на сегодняшний день считается кентавр. Подробнее о симптомах лечения в следующем сюжете. В России продолжает расти число заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 20 303 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с конца марта за один день выявили более 20 000 заразившихся и впервые с апреля более 100 000 случаев COVID-19 за неделю. Рост заболеваемости связан с появлением новых заразных подтипов омикронштаммов. В конце июля в России появились первые случаи заболевания штаммом кентавр. На сегодняшний день число заразившихся резко возросло. Ключевое отличие кентавра от своих собратьев – это значительная мутация в генетическом коде шиповидного белка, что делает его очень заразным. По словам экспертов, несмотря на рост и изменения в вирусе, кардинальных отличий от предыдущих штаммов в симптомах не выявлено. Симптомы у кентавра в принципе такие же, как и у других штаммов омикрона, ну и на самом деле как у других вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания. То есть по сути своей простуды – повышение температуры, сухой кашель, головная боль, вообще боль в мышцах в теле, слабость. Ну то есть на самом деле по симптомам абсолютно невозможно сказать, что человек заболел кентавром, омикроном или другими простудными заболеваниями. В связи с тревожной динамикой Роспотребнадзор отметил, что в начале августа правительство России допустило возвращение антикоронавирусных ограничений при дальнейшем росте заболеваемости. Ведомство рекомендовало носить маски уязвимым категориям населения в людных местах и общественном транспорте. Также сделать прививку от COVID-19 или пройти ревакцинацию всем россиянам. В университетской клинике Казанского федерального университета ее проводят первым компонентом вакцины «Спутник Ви». Это аналог вакцины «Спутник Лайт». Бустерная вакцинация повысит количество антител в организме и позволит не заболеть или перенести болезнь легко. Вакцинироваться нужно, и нужно вакцинироваться каждые полгода, чтобы избежать тяжелых случаев заболевания, а также летальных исходов. Особенно это касается групп риска, таких как люди, страдающие хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет. Пока конкретной вакцины от какого-то штамма нет, она просто идет от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в униклинике Казанского федерального университета, которая расположена по адресу улицы Вишневского, дом 2А. В рабочие дни пройти иммунизацию можно с 9 утра до 18.00, а в выходные с 9 утра до 16.00. Записаться можно по телефону 233-30-00. Для вакцинации от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Карина Саяхова, Универньюс. Учащиеся лицеев Казанского федерального университета получили одни из самых высоких баллов по результатам единого государственного экзамена по математике и русскому языку среди обучающихся школ Казани. Ранее сообщалось, что лицеи Казанского университета признаны одними из лучших школ Татарстана по результатам единого госэкзамена. Выпуск нового iPhone 14 может быть отложен в связи с введенными Китаем ограничениями. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Старт продаж новых моделей смартфонов от компании Apple каждый год становится настоящей сенсацией. С раннего утра, задолго до открытия, у дверей фирменных магазинов выстраиваются километровые очереди. Однако в этом году ажиотаж, связанный с выходом iPhone 14, скорее всего, состоится гораздо позже, чем ожидалось. Из-за обострившихся политических разногласий между Китаем и Тайванем производство смартфонов может приостановиться. Нужно сказать, что корни проблемы, которые мы сегодня наблюдаем, они находятся еще в 20 веке. Мы знаем, по крайней мере, три острых фазы кризиса, которые были в 20 веке. Но вот сейчас мы переживаем новую стадию кризиса. Но на самом деле, если смотреть на Тайвань и на Китай, то становится очевидно, что потенциалы, возможности, они, конечно, несоизмеримы. Потому что гигантский Китай и небольшой Тайвань. Для Тайваня конфликт с Китаем ничего хорошего не представляет. Будь то вопрос, связанный с экономическими ограничениями, будь то вопрос, связанный с политическими разногласиями. То есть, в первую очередь, это невыгодно самому Тайваню. Основная сложность заключается в том, что сборка iPhone осуществляется на заводе в Китае. А ЧП, одни из важнейших комплектующих, поставляются тайваньской компанией. Новые ограничения, введенные китайской стороной, запрещают упоминание наименований Тайвань или Китайская республика в отгрузочных документах. Таким образом, любое оборудование производства Тайваня может быть возвращено, так и не преодолев границу острова. Эксперты отмечают, что напряженные взаимоотношения Китая и Тайваня стали серьезной проблемой не только для Apple, но и для ряда других компаний. Китай, ну практически собственные технологии сегодня очень сильно уже развиты. Если раньше действительно мы рассматривали Тайвань как, так сказать, регион технологичный, то сегодня практически Китай создал альтернативные линии. И сегодня на тех же самых компьютерах маркировка Made in China гораздо чаще встречается, чем Made in Taiwan. В настоящий момент руководство корпорации Apple ведет переговоры с партнерами из Тайваня. Удастся ли компании оперативно решить возникшие трудности, сказать сложно. Альтернатива в виде замены поставщика комплектующих пока не рассматривается. Официально об изменении даты выхода iPhone 14 представители корпорации пока не объявили. Маргарита Михайлова, Универньюз. Ни один купальный сезон не обходится без гибели людей на воде. Спасение утопающих – дело рук очевидцев. Что нужно знать и как действовать при виде тонущего взрослого или ребенка, расскажем далее. Купальный вал смертей на воде, жара на улице, дает о себе знать. В Татарстане только на этой неделе погибли 8 человек, в том числе четверо детей. Всего же с начала года утонули 25 человек. Президент Татарстана Русам Миниханов призвал усилить контроль за ситуацией на водных объектах. В частности, уделить особое внимание неорганизованным местам для купания. В МЧС проводят профилактические беседы и учат татарстанцев правильно себя вести. В основном, когда вы извлекаете пострадавшего из воды, необходимо по возможности уложить пострадавшего на ровную поверхность, очистить дыхательные пути при наличии, если там есть какие-либо инородные тела, это могут быть ротная масса, песок, ил. И далее открыть дыхательные пути, то есть путем переразгибания головы, произвести 5 вдохов и дальше начать сердечно-легочную реанимацию. 30 компрессий, 2 вдоха. Обычно человек тонет по нескольким причинам. Паника, судорога и купание в состоянии алкогольного опьянения. Реже из-за травмирования при погружении в воду, попросту ныряя. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета проводят специальные курсы по оказанию первой медицинской помощи, где объясняют и наглядно показывают, как действовать в сложившейся ситуации. В нашем институте мы проводим курсы для всех желающих по первой помощи, где мы разбираем и сердечно-легочную реанимацию базовую и базовую реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора. Ну и также захватываем вопросы по утоплению, по обструкции дыхательных путей и остальные, которые интересуют наших слушателей. Статистика показывает, что 80% несчастных случаев происходят в местах, не предназначенных для плавания. Поэтому очень важно правильно выбирать место для купания и соблюдать несложные правила безопасности на воде. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!